Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания gsmrepeater.ru. В 2022 году компания Kinetic в очередной раз обновила модельный ряд роутеров. По уже существующей традиции устройства сохранили прежние названия, но получили новые индексы. Например, недорогой роутер Kinetic Extra, который ранее выпускался под индексом KN1711, получил маркировку KN1713. Что же поменялось? Стоит ли гнаться за новинкой или наоборот стоит поискать в продаже старую версию? Об этом сегодня и поговорим. В линейке Kinetic модель Extra является уверенным среднячком. Она имеет USB разъем для модема или внешнего накопителя, оснащена двух диапазоном Wi-Fi и поддерживает все возможности операционной системы Kinetic OS. Среди прочего поддерживается и технология Mesh, с помощью которой несколько устройств Kinetic могут объединяться в единую бесшовную сеть. Об этой технологии мы даже снимали отдельный ролик, посмотрите его вот здесь. Как я уже сказал, Wi-Fi сеть роутера работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Используется уже привычный стандарт 802.11ac, он же известный как Wi-Fi 5. Паспортная скорость составляет 300 Мбит в секунду на частоте 2,4 ГГц и 867 Мбит на частоте 5 ГГц. Так что же изменилось в новой ревизии и ради чего она была выпущена? Во-первых, роутер стал дешевле. Сегодня эту фразу можно услышать очень редко, но это правда. Модификация 2022 года стоит на 500 рублей меньше. Чем же пришлось поплатиться пользователям? Во-первых, роутер лишился двух антенн. В старой модели было 4 антенны. Две антенны на диапазон 2,4 ГГц и две антенны на диапазон 5 ГГц. По две антенны на каждый диапазон были нужны для работы двухканальной технологии MIMO. В новой версии было решено использовать комбинированные двухдиапазонные антенны. Другими словами, антенны были объединены попарно. Каждая антенна теперь принимает и излучает сигнал в двух диапазонах. Имеющиеся отзывы и результаты тестов показывают, что это не повлекло за собой сколь-нибудь заметного ухудшения Wi-Fi-покрытия. У такого решения даже имеются свои плюсы. Корпус стал компактнее, а настройка антенну простилась. Особенно это касается той ситуации, когда роутер закреплен вертикально на стене. Второе, что пришлось урезать производителю, это количество сетевых портов. Вместо пяти их стало всего четыре. По-прежнему один порт изначально настроен в режиме One для кабеля интернет-провайдера, а три оставшихся используются для подключения стационарных устройств к пользователю. Давайте также посмотрим на то, что находится внутри роутера. Как видим, от каждой антенны исходит только один пиктейл. Уже потом на плате сигналы распределяются на два чипа. Модуль слева отвечает за Wi-Fi-сеть в диапазоне 2,4 ГГц, а модуль справа за диапазон 5 ГГц. Хотя габариты роутера и платы остались прежними, изменения потребовали полной переработки схемы техники. Какой вывод можно сделать? Устраивать погоню за старой версией определенно не стоит. Свежая ревизия стала дешевле, и разница в цене вполне компенсирует исчезновение одного LAN-порта. Переход на две мультидиапазонные антенны произошел не только у модели Extra, но и у других обновленных роутеров Kinetic. Это подготовленное инженерное решение не сказалось негативно на покрытии Wi-Fi, но сделало роутер удобнее, особенно при вертикальном монтаже. Ссылку для покупки новой ревизии Kinetic вы найдете в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь, до новых встреч, друзья!